добрый вечер дорогие мои подписчики у меня сегодня хорошая новость вам что урока не будет я решила немножко рассказать о себе как я пришла сама в этот итальянский 11 лет назад то есть 10 лет я замужем и год мы встречались с мужем начну совсем с нуля с нуля то есть сама идея как она родилась наверное все таки я думаю как зародила зародилась это все в при нашей встрече с моей сестрой в крыму когда мы я уже будучи разведенной поехала в крым на море отдыхать с детками и тогда мне сестра сказала просто почему бы тебе не выйти замуж за итальянца я уже была в то время в разводе это я восприняла конечно как шутку где я где италия с какой стати у меня уже сложившиеся работы дети жизнь в санкт-петербурге в принципе все устраивало абсолютно все как я думала на тот момент и на этом все и закончилось в принципе мы сделали пару красивых фотографий в крыму на море с рядом со статуями красивыми шутку сказали что это для сайта знакомств и на этом все закончилось в сентябре мы вернулись каждый в свой дом дети пошли в школу работа дом ежедневная рутина в один из прекрасных дней как я уже рассказывала в группе я случайно абсолютно случайно не собиралась ночью проснулась и набрала как выйти замуж за это ли выйти замуж за итальянцы я помню эту фразу и мне компьютер предложил несколько на выбор сайтов знакомств мне кажется что это была мамба я как-то быстро мне удалось пройти все этапы от регистрации внесения всех данных все удалось очень быстро зарегистрировалась и довольная я заснул на самом деле на утро следующего дня я проснулась с мыслью конечно проверить свою почту и компьютер и оказалось что у меня там ждал сюрприз ну несколько конечно русских вариантов и одно такое вот сообщение бунджорно Элена парли итальяно естественно я тут на тот момент абсолютно не знала итальянский была по очень хорошо знала и английский я закончила спецшколу работала учителем английского языка репетитором долгое время и хорошие знания французского как факультатив у меня был французского языка подумал что в принципе ну и мы связалась сразу как-то наша переписка он очень интересовался где живу как дети фотографии у меня красивых конечно и рассказать о городе есть было все как-то в течение понятно было сразу что я должна как-то начать и учить итальянский я пошла сразу покупать книги потому что google переводчик на самом деле не дает точные переводы искажал текст ты на ты на вы постоянно переходили это как-то мешало конечно общению поэтому я начала самостоятельно потихоньку шаг за шагом день за днем тем более с таким собеседником очень быстро набирался словарный запас я могла быстренько ответить носил с собой всегда словарь на работу ездила со словарем скачала себе помню аудиокурс сто уроков итальянского языка слушала в метро его по дороге засыпала с этим самоучителем и ну естественно словарь словарь всегда у меня был в сумке я с ним постоянно а потому что мой итальянский друг требовал практически 3 потому что доходило до разбора почему я не отвечаю на его сообщение то есть когда пришло сообщение я должна понять перевести и побыстрее ответить вот такой мне попался товарищ в принципе все было в шутку все замечательно через уже месяц он захотел приехать к нам взял билеты из неаполя в санкт-петербург мы его всеми все девочками моей квартиры ждали даже маленький ремонт такое сделали в к в квартире пришел долгожданный день и я узнаю по сообщению сначала что его не пустили в самолет даже оказать оказывается мой друг забыл что для россии нужна виза и потом плачущий его сообщил видеозвонки что он плакал что вот такое беда с ним приключилась ну конечно было тяжело это первое такое потрясение у нас было но в итоге мы все-таки собрались с мыслями я подумала взять ситуацию теперь под свой контроль так как я не была еще на тот момент ни разу в италии и сестра моя посоветовала взять сходить в агентство и просто-напросто купить тур самый обыкновенный тур в рим на 10 7 дней до и я устроился римские каникулы как раз у меня в ноябре был день рождения и вот я себе устроила такой праздник решила себя так порадовать на день рождения я поехала мы встретились в аэропорту достаточно принципе я была не была разочарована им очень интересный даже красивее мне показалось чем фотографиях и на наших видео звонках очень интересный такой активный все рассказывал показывал ресторанчики мы ездили на экскурсию ватикан конечно прогулки по ночному риму на такси пиццерии кафешки кафешки ну все 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 как всегда все это конечно замечательно прекрасно мы пожили в этой гостинице которые у меня был тур с моими туристами и потом он не пригласил к себе домой в провинцию солерна где познакомилась еще интересный факт что у нас с его мамой в один день день рождения у обоих 23 ноября я подумала что я что-то не понимаю наверное в итальянском этого просто не может быть на самом деле вот это так мы с ней отпраздновали вместе день рождения первый наш познакомились меня так вкусненько угощали каштанами и букноты из каштанов как раз время было сбора каштан мои собачки кафкают в общем замечательная семья родители братья у него в семье 6 6 детей в их семье он второй брат интересная семья вот так как то вот наш роман продолжался продолжением расскажу потом пока 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 пока